Хорошо. Следующее качество женщины, что она должна в себе развивать, это открывать сердце мужу. Дело в том, что мужчина, если открывает своё сердце, постоянно приходит и на уши садится жене про поводу коллектива, и всё, начинает ей вот это всё вешать, это никому не интересно. От этого женщина просто устает. Слушать всё это безобразие. Мужчина должен быть молчаливым в семье, он должен молчаливым быть и ответственным. Когда мужчина слишком много болтает о том, какие у неё трудности, женщина разочаровывается в нём. Мужчине не должно быть трудностей. Жена спрашивает мужа, как у тебя дела? У меня всё хорошо. Ей это очень нравится, когда у него всё хорошо всегда. Даже если у неё трудности, всё равно всё. Пришёл весь синяк, такой весь побед, как у тебя дела? Всё хорошо. Такой мужчина всегда нравится. Мужчина, который... Но никогда не нравится женщине. Вот спокойно, всё хорошо. Как бы морда красная, веслом по башке дали. Ничего страшного. Всё хорошо. Ну, то есть, значит, хороший мужик такой, крепкий, надёжный. Но понимаете, от того, что мужчина молчаливый, от этого близких отношений не становится. Отношения близкими не становятся. Они близкими становятся от того, что женщина в семье открывает сердце. Открывает сердце. Это не значит, что она рассказывает, как она сексом занималась с теми мужчинами, которые были у ней до брака. Не надо это рассказывать мужу. Это не помогает. Что это разрушает семейную жизнь. Такие откровения. Откровение — это означает открытие сердца по поводу наших отношений. Почему-то я на тебя до сих пор обижена за вчерашнее. Или там, я вот чувствую, что ты у меня очень талантливый человек. Ну, то есть, открытие сердца может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус, но оно должно происходить по-доброму. Когда женщина открывает сердце, между мужем и женой завязываются какие отношения? Верные. Верные отношения. Потому что верность — это качество женщины, а не мужчины. Если женщина чуть-чуть сомневается в мужчине, она думает, я, наверное, немножко не того выбрала себе в жизни, не из-за того вышла замуж, могла себе получше найти. Как определить, что она сомневается? Она не открывает сердце. Она с ним замкнута, закрыта, такая женщина. Это значит, что она до конца свой выбор не сделала. У нее есть сомнения. И эти сомнения что делают с мужчиной? Делают его гулящим. У каждого мужчины есть вторая фамилия, которая в паспорте не прописана. Итальянская фамилия Кобелина. Такая красивая итальянская фамилия Кобелина. И если женщина не уверена в мужчине, то эта фамилия, она у него на лбу прямо нарисована становится. И кому она заметна? Становится кому? Другим девушкам. Красивая и смелая, дорогу перешла, да, как там, черешней скороспелою, любовь ее была. Один раз в год сады цветут. Надо защищать отношения. Женщина должна уметь защищать отношения. С помощью открытия своего сердца и уверенности, что это мой единственный человек. Надо всю эту уверенность развивать, культивировать в своем сердце. Это мой единственный человек. Когда женщина так думает, это сковывает психику мужчины. Потому что у мужчины психика, он не может предавать близких людей. У него нет возможности предать в сердце мужчину. Но он может наказать. Мужчина может наказать. Если женщина верна, она очень искренняя в своем сердце по отношению к мужчине, то мужчина этой искренностью очень сильно примагничивается, и он не может от нее оторваться. По факту мужчина именно этого ищет женщине. Он ищет полной преданности. То есть мужчина смотрит в глаза женщине, когда чего он хочет. Он хочет, чтобы она смотрела на него вот так. С полной преданностью. Вот когда она так смотрит, значит все. Ему больше ничего не надо в жизни. Скучно? Ну значит вы не знаете, как с ним... не ту наживку сажаете. Женщина же опытна в отношениях должна быть. Еще одно качество жизни и опытность. Как мужу улыбаться, чтобы не скучно было ему. Она же знает, как ему так. Некоторые так. Надо такой улыбаться, может быть, мужчине с оттенком пренебрежения. Есть разные варианты любви. Женщина должна знать, как с мужчиной строить отношения, чтобы он всегда был примагничен к ней. Чтобы у нее не было скучно. Помните в мультфильм, когда всех крыс из дома этот выманил с помощью дудочки? Он так играл на дудочке, и крысы такие шли. Вот так жена должна с мужем сесть. Как заходит домой дзынь, дверь открывается, и все. И он... И пошел туда, куда она идет. Все. Она должна так настроиться, чтобы у нее шансов не было. Не помогает там сзади. Понятной системы нет? Женщина же знает, управляет энергией любви. Это ее сила. Любовь от кого исходит? От женщины? От мужчины что исходит? Ответственность, знания, могущество, способность менять, влиять. А? Благо. Как? Благо. Благо какие-то плоды, да. Зарплата из него исходит. Мужчина, когда женится, он как бы думает, я вот сейчас себе такая хрупенькая, такая красивая, я сейчас возьму и буду наслаждаться, наслаждаться с ней. У него такие планы. Мужчины. Он не знает, что вот эта хрупенькая, маленькая, такая красивая, она очень сильно привязана к своим родителям. И вместе с ней он берет родителей также ее, которые будут мотать ему нервы. Он также не знает, что из нее еще что-то вылазит постоянно. И это тоже становится родственниками. Их может вылезти много. Он думает, что одну только берет. Ничего подобного. Там целый дивизион уже. И всем надо скормить. Потому что мужчина должен быть сильным. И он женщину берет запах, он должен быть сильным. Потому что она же размножается. Понимаете? И к тому же привязана к родственникам сильно. Очень сильно много придется работать, чтобы вот такое удовольствие содержать. Вот. В этом проблема. Но он этого не знает сначала. Он думает, что буду просто наслаждаться, счастлив. И тут-то было. Придется много работать. Итак, следующее качество женщины это опытность, как я уже сказал. То есть опытность означает, что женщина должна быть... Она и есть. Женщина и есть. Прирожденный психолог. Женщина все видит в человеке. Вот все. Она видит все сразу. Человека видит все сразу. Вот допустим, мужчина, когда в квартиру заходит, в какую-то, он видит европейский ремонт. Все, он больше ничего не видит. Ну что-то такое внешнее. Женщина что видит? Носки не туда положили. Там это, то, там это. Какие-то детали. Все детали ей известны. Все. Допустим, мужчина на меня смотрит, думает, так, мужчина, 50 лет, очки. А женщины что видят? Они все видят. Они видят нос какой там, какая прическа, какие очки там, тонкости все. Там поглажена, не поглажена одежда. Все видят. Очень внимательный взгляд у женщины. Все, очень точно все подмечает. Прирожденный психолог женщины. Женщине надо психологии учиться, у нее психология сидит уже внутри, с самого начала. Вот взять, допустим, девочку пять лет, и мальчика. Девочка пять лет, все знает уже. Ее спросить, допустим, как у мамы с папой отношения. Мне нравится. Ты какую семью хочешь себе? Я вот такую хочу. Сколько у тебя будет детей, и все расскажет. Она все знает уже, что ей надо в жизни. Пять лет девочка. Разбирается в отношениях. Как бабушка к папе относится, она знает. Все знает, все ей известно. Пять лет всего. Мальчик пять лет. Кушать хочешь? Гулять хочешь? Все. Так ведь? Ну, еще не ориентируется в пространстве вообще. Девочка уже все знает, что происходит. Мальчик вообще не врубается. Но мужчина немножко начинает врубаться уже. Чуть побольше. Но женщина очень опытна в жизни. Она все подмечает, все знает, все понимает. Мужчина думает еще. Надо вот с девушкой познакомиться. Она такая симпатичная, не знаю, как к ней подойти. Что она в это время о чем думает? Она думает, вот дурак, блин, сколько можно уже смотреть на меня? Пора уже подходить. Она все знает уже, что ты хочешь, что ты беспокоишься. на этот счет. Она уже все поняла. Так или нет? Девушки, все правильно ведь? Все правильно. Итак, опытность. Это то, что женщина должна овладеть. Опытность в отношениях с мужем. Опытность выражается в том, что надо знать слабые стороны мужа. Некоторые мужчины устают от лишних разговоров. Некоторые устают от эмоций лишних. Некоторым тяжело, допустим, какие-то типы отношений строить. Некоторые гневливые. Некоторые, допустим, грубо себя ведут. Но сердце доброе. И так далее. Надо все слабые стороны мужа знать. И если видите, что беседа не туда пошла, раз ее повернуть в другое правильное русло. И все. И тогда не будет проблем. Вот допустим, вы знаете, что муж с работы приходит сразу очень сильно злится. И в этот момент, значит, надо его раз обнять, только открывается дверь и раз прыгнул ему на шею. Он не успел разозлиться. Это называется опытность. Потом в следующий момент раз взяла его за руку. Пойдем, пойдем в ванну. Мужчинам надо приучить к нужным вещам. Например, надо мужчину приучить мыться после работы сразу, подушить, а потом уже кушать сразу. А потом только что-то другое. Чтобы он сначала успокоился. Мужчин успокаивает душ и еда. Сначала под душ, потом покушать. А потом уже выяснять отношения. Это означает опытность. Женщина опытная так себя ведет. Она делает все так, чтобы в доме все ладилось. Использовать свои способности психологические для того, чтобы решать проблемы в семье. женщине легче прощать. Да, вы правильно говорите, я бы не сказал. я имею в виду не то, что ей быстро может простить. Просто бывают такие ситуации, когда сильный конфликт, сильный раздор. И бывает, что у мужчины возникла такая точка невозврата. То есть, он не может уже назад возвращаться в отношения. Женщина должна тогда с помощью молитвы и внутренней жизни простить первой и вернуть его назад. Понимаете, о чем я говорю или нет? То есть, женщина может уступить, ей легче. Иногда мужчина идет на принцип, ему трудно уже, все, он не может уже назад в отношения пойти. Женщина может, она у нее мягкий и уступчивый характер и легче. Не надо этого бояться, не надо этого бояться. Женщине тяжелее быстро прощать, она медленно прощает, но она прощает более качественно. Мужчина быстро прощает, но осадок в сердце остается. Женщина, если прощает, она совсем прощает. У нее сердце более такое, способное опять выстраивать нормальные отношения, то есть, ей легче возвращаться женщине к отношениям, чем мужчине. Женщина поэтому должна управлять ситуацией. Женщине, конечно, трудно сразу простить, ей нужно несколько дней, но когда она прощает, она может уже вернуть отношения назад сама своими силами. Женщина должна изучать, как делать так, чтобы семья была здоровой. И женщина также это сердце мужа. То есть, женщина всегда чувствует, что у мужа не так в жизни. И надо знать теперь способ, как довести до него, что нужно ему в жизни поменять. Вот воспитание мужа это самая слабая часть в жизни многих женщин. Это самое больное место у женщин воспитывать мужа. Проблема заключается в том, что женщина не знает, как работает психика. Надо ее изучить. Психика работает таким образом. Мужчине нельзя говорить ничего эмоционально. У него сразу тупеют мозги, он не может эмоции переносить. Ему надо говорить все мягко и спокойно. И даже если вы скажете мягко и спокойно, внешне кажется, что вообще не дошло. У меня жена где-то прочитала, что в туалете должен быть закрыт унитаз, иначе духи как бы там в туалете находятся. И она начала меня приучать закрывать унитаз. По-моему два месяца приучал. то есть я вообще на этом не зацикливаюсь как бы открыт он или закрыт. И она постоянно мне как бы очень мягко говорила одно и то же. Потом в какой-то момент как бы я пошел из вот сейчас как сейчас помню пошел из туалета и такой голос внутренний говорит женским моим голосом жены закрой унитаз. И я такой поворачиваюсь закрываю и ухожу. А потом интересно потом дальше было я уже вообще не помню как закрывал. Тебя закрываю уже не помню на автомате уже. Ну то есть чтобы по моим подсчетам чтобы мужчине приучить что-то делать или поменять его направление движения психики нужно сказать вот этим мягким голосом примерно 50 раз. Причем где-то на 25 он поймет что это надо делать. до этого он будет говорить да но вообще не придавать значения. Просто соглашаться. Причем сначала даже может быть и не будет соглашаться. Говорит нет. Потом будет говорить да но не делать. Надо продолжать мягким голосом повторять одно и то же. Говорит пожалуйста перестань ложить носки на холодильник. или лучше даже говорить куда сразу куда наложить носки. Куда их надо носить или не заходи в грязной обуви на кухню. Лучше говорить что обувь надо оставлять в коридоре. Понимаете то есть позитивный как бы давать позитивный настрой потому что негативный у него включается петушинный рефлекс то есть сопротивляется сразу. Следующее качество жены это способность вдохновлять мужа. Допустим вы видите что муж ленивый по природе надо тогда значит ему говорить что замечать в нем проявление бодрости. Допустим один раз в год он встал рано и надо запомнить это и говорить слушай как здорово помнишь ты встал рано вот это и это на самом деле тебе очень сильно это идет ну то есть мужчину надо поливать нектаром когда мужчина женщина женщина мужчину поливает колкими словами то она разрушает его жизнь потому что женщина это вдохновляющая сила то есть что женщина говорит мужу таким он и становится он сам этого не замечает если женщина говорит ему что ты бедоносец он станет бедоносцем если она ему говорит что ты похотливый он станет похотливым если она ему говорит что ты влиятельный человек он станет влиятельным если она говорит ты мало денег приносишь будет мало денег приносить Если она говорит ему, что ты у меня развивающийся человек Вот сейчас нам денег чуть-чуть не хватает Но я знаю, что в будущем у нас будет больше Потому что ты развивающийся человек У тебя развивающаяся психика И она ему постоянно так говорит Что дальше будет? Он будет развиваться Потому что мужчина смотрит на свою жизнь, на свою судьбу глазами своей жены Понимаете, женщина это тот объект, ради которого мужчины меняют себя Вот особенно быстро мужчина меняется, когда он добивается женщин Когда мужчина добивается, с ним можно делать все, что угодно Допустим, он пьет, курит, развратом занимается Бьется башкой об стену Постоянно у него такая привычка Не волнуйтесь Главное, не позволяйте ему таким с вами вместе соединить жизнь Вы можете реально его полностью поменять, пока он с вами встречается Надо ставить ему условия Если он вас действительно любит, он будет меняться Но вот если вы таким с ним уже начали жить Все, дальше уже очень тяжело Мужчина как паровоз, понимаете То есть его надо разогнать И разгонять его очень трудно Но когда он его поехал куда-то, его уже не остановишь Женщина быстро вдохновляется чем-то Допустим, она слушает лекции, нравится работать над собой, так жить Но для того, чтобы ей так жить, ей нужно, чтобы рядом кто-то так жил Нужно, чтобы мужчина рядом был, который так живет И тогда она тоже будет постоянно так жить Но женщина быстро разгорается и потом так же быстро угасает Ей очень тяжело поддерживать все энтузиазм И вот на том пике разгорания, как женщина должна себя вести Она должна очень мягким, уступчивым подходом делать так, чтобы муж тоже увлекся тем же, чем она увлекается Вот допустим, женщина должна следить за здоровьем семьи И у каждого человека свой способ поддержания здоровья Некоторым людям хорошо бегать, чтобы быть здоровым Некоторым хорошо йогой заниматься Некоторым дыхательным упражнением Некоторым плавать, некоторым поститься И надо почувствовать женщине, что мужу надо делать, чтобы быть здоровым И дальше надо его вдохновлять на это постоянно И для этого она сама должна с ним делать то же самое Допустим, первое время, первые полгода женщина будет мужа Пораньше вставать Как она его будет? Ласково очень Давай вставать, давай встанем Зарядочку будем делать И так будет и будет, пока не разбудила Ну допустим, полчаса она его будет каждый день Полгода Через полгода, всю жизнь он ее будет поднимать Можно расслабиться и отдыхать дальше Мужчина, если что-то получил, какую-то привычку Он уже ей следует очень долго, может всю жизнь следует Поэтому женщина это вдохновляющий фактор Женщине очень легко привлечься к каким-то знаниям Мужчине очень трудно Потому что у мужчины психика, она очень медленно поворачивается Ему очень трудно поменять свою жизнь Принять какие-то новые взгляды, крайне тяжело Для этого ему надо очень много работать над собой Много понять Женщина легко понимает что-то новое Если она что-то поняла, дальше не надо думать Что я не могу ничего сделать со своим мужем Если вы хотите, чтобы человек быстро поменялся Кто хочет, чтобы ее муж быстро поменялся Поднимите руку Вам надо тогда женщину взять замуж Женщины быстро меняются Женщины быстро меняются Раз и поменялось Если ему создать условия Быстро означает постепенно Женщина не меняется внутри, она быстро меняется внешне Потом все возвращается назад А у мужчины не так работает психика Ему медленно надо меняться Но потом это все уже назад не возвращается И он за собой тянет уже жену Понимаете? Тактика такая Надо много раз говорить одно и то же Спокойно, без эмоций Ласково, спокойно, ласково Много раз одно и то же Понятно? И мужчина постепенно, ну как бы меняется, выучивается Он не то, что не хочет так делать Просто он так очень сильно зациклен на своем Что ему очень трудно перестроиться Мужчина очень сильно сфокусирован в одном Женская психика видит сразу все И всем управляет Мужская психика видит только одно И настроена только в одну сторону всегда Понятно, да? Вот женщина как, допустим, живет? У нее там ребенок, здесь кастрюля Там белье стирается И все одновременно Она все это чувствует и видит Как это живет все, действует Здесь муж, здесь ребенок Там мама болеет И она следит за всем этим Так или нет? Она знает, когда у кого день рождения Когда кому позвонить Все она знает У мужчины психика куда направлен? Только в одну сторону Он пробивает одно направление жизни Ему вот, у него есть одна какая-то цель И он туда долбает, долбает, долбает и пробивает Женщина может долбать в одну сторону? Она дернулась туда? Нет Значит, она другие какие-то обходные пути ищет А мужчина бьет в одну точку всегда Понимаете? Как дятел И там дырка присыпет В дереве И дятел, когда бьет в одну точку Он видит, что там происходит вокруг Не мне, когда он бьет Одну и ту же точку Понимаете? Если он посмотрит в сторону Он уже ударит не в эту точку Понятная система? Надо постепенно менять движение паровоза Постепенно рельсы перенаправлять Перенаправлять И потом он поедет уже в другую сторону Через некоторое время С такой же скоростью И он скажет Да на самом деле Я всегда сам хотел так жить А? Видите, мужчина Он потом скажет Я сам так хотел всегда Эта жена его перенаправила В другую сторону А он потом скажет Да я сам так всегда хотел Или Да я всегда так жил То есть женщина незаметно управляет ситуацией Незаметно управляет Очень важно женщине Сохранять свою энергию красоты В доме, в семье Если женщина очень сильно Открывает свое тело И показывает ее всем То ее энергию красоты Вот эту энергию С помощью которой Она держит мужа рядом с собой С помощью которой Она успокаивает детей Которая нравится родителям Которая нравится всем родственникам Та энергия, которая Цементирует семейную жизнь Она ее всю Раздает Ее съедают Другие мужики Которые просто идут по улице Если она все открывает Значит все ее скушают Кушают Ее кушают И Когда женщина Женскую энергию кушает Женщине очень нравится В это время ей очень приятно Что на нее смотрит Что она нравится кому-то Ей очень приятно Но когда она приходит домой Так как ее уже скушали всю У нее ничего не остается Для мужа И для детей И она не может управлять ситуацией Она приходит домой Нервная Раздражительная Усталая Делать уже ничего не может Поэтому В древней культуре Женщины не сильно Открывали свое лицо Свои Всякие красивые места Не открывали Посторонним людям С целью Сохранить себя С целью Быть сильной Влиятельной В семье Одни женщины Сильно влиятельны На улице И на работе Но они не могут Ничего сделать С близкими родственниками Другие очень сильно Влиятельны В семье И при этом Ему не сильно Беспокоят Как к ним Относятся на работе Куда-то Свою женскую энергию Надо в одну сторону Направить Если ее направить Везде Значит будет Соответствующий результат Женщина Своим поведением Должна регулировать Половую жизнь В семье Если В семье Принято сексом Заниматься Через каждые Пять минут То мужчина От этого Становится Нерешительным Психически Слабым Раздражительным Гневливым Жестоким Становится Склонным К вредным Привычкам Он становится Обман Ну как бы Начинает Обманывать Становится Безответственным Он теряет Все свои Хорошие Качества Когда он Увлекается Чрезмерно Сексом Он выпускает Все свое Благочестие Через краник Понимаете Поэтому надо Женщина должна Регулировать Половые отношения В семье Она должна Смотреть Что Чтобы это Не стало Привычкой Каждая женщина Понимает Когда уже Чересчур Она должна Регулировать Потому что Мужчина не может Это регулировать Он всегда Привлечен Женщиной Всегда Стремится Ее достичь Обладать Ей Женщина должна Узнать Когда Отстраняться Когда делать так Чтобы не было Лишнего Надо смотреть По состоянию Здоровья Даже Здоровье Мужчины Портится Он болеть Начинает По состоянию Здоровья Мужчины Смотреть По состоянию Его психической Силе Что происходит Если Лишнего То надо Ограничивать Эти отношения Также Женщина Тоже Страдает Она Чувствует Себя Грязной Когда Женщина Лишнего Занимается Сексом Она Чувствует Себя В плохом Настроении Как будто Она Вернена Загрязнена Чем-то Она Начинает Нервничать Ругаться С мужем У нее Портится Настроение И Очень Трудно Сохранить Спокойствие В сердце Все Раздражает Ее Начинает Это Значит Лишнего Уже Чересчур Это Обязанности Женщины Но Зрелый Мужчина Может Контролировать Себя Но Таких Мало В основном Мужчины Не Способны На Это Мужчина 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 Мужчина